МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Кто устроил маски-шоу? Полицейские нашли грабители автозаправочной станции. 450 тысяч сверху находчивая пенсионерка. Оформила себе дополнительную пенсию. Точечный массаж, иглоукалывание и гимнастика. Благотворительный фонд Емине и депутат Заксобрания Геннадий Любин пригласили китайских врачей для помощи ноябрьским детям. Итак, ноябрьские полицейские задержали подозреваемых в нападении на сотрудников заправочной станции. Напомню, это случилось 2 июня около часа ночи. Неизвестные в масках ворвались в помещение АЗС на Киевской и, угрожая оператору оружием, забрали из кассы около 50 тысяч рублей. В ходе расследования сотрудники уголовного розыска вышли на 2 иногородних мужчин 34 и 38 лет. Более того, выяснилось, что это было не первое преступление, совершенное злоумышленниками. В конце мая среди ночи они проникли в один из жилых домов по улице Ягельной и вынесли оттуда ноутбук и охотничье ружье. В ходе расследования уголовного дела установлено, что после совершения квартирной кражи подозреваемые с помощью ранее похищенного охотничьего ружья совершили разбойное нападение в помещении АЗС. В настоящее время им предъявлено обвинения в совершении преступлений, предусмотренных в части 3 статьи 158, части 1 статьи 226, части 2 и статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество частично изъято. Идется следствие. Сегодня около 10 утра по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам сотрудников госавтоинспекции, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, хотя совсем неподалеку от него находился пешеходный переход. В это время по дороге ехал в форт. Водитель не успел затормозить и сбил неудачливого пешехода. По словам сотрудников госавтоинспекции, пострадавший был пьян. После удара у него сотрясение головного мозга и множественные ушибы он доставлен в ЦГБ. Люди, которые стали свидетелями аварии, рассказали, что мужчина выбежал на дорогу неожиданно и у водителя действительно не было возможности избежать аварии. Мужчина пробегал, газель не успевал. Тормознул газель, а он никак не успевал в джип. Мужчина виноват, честно сказать. Я видел все это. Он просто не успевал никак. Мужчина бежал. Если не бежал бы он, еще можно было бы еще это. А он пробегал, никак не успевал. Ноябрьскую пенсионерку подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает официальный сайт окружного управления внутренних дел. Выяснилось, что женщина являлась пенсионером Украины и с июня 2004 года получала пенсию там. Однако в апреле 2005 она обратилась в управление пенсионного фонда Ноябрьска, сообщила, что ранее деньги не получала и предоставила пакеты документов для оформления трудовой пенсии по старости. Сотрудники фонда оформили ее по всем правилам и стали ежемесячно выплачивать деньги. Таким образом, женщина незаконно получила более 450 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кстати, на сайте Министерства труда сегодня появился пенсионный калькулятор. Особая программа, с помощью которой любой желающий сможет предварительно оценить размер будущей пенсии. Он разрабатывался под новую пенсионную формулу. Согласно ей, права на получение пенсии формируются в баллах. При 35 годах трудового стажа работник со средней зарплатой получит пенсионное возмещение на уровне 40% утраченного заработка. Дополнительные стимулирующие баллы будут начисляться за стаж свыше 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Работники, которые отложат оформление пенсии на 5 или 10 лет, тоже получат дополнительные баллы и более высокую пенсию в итоге. Усыновлять детей россиянам мешают возраст и материальные проблемы. Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал, при каких условиях россияне могли бы усыновить детей и что мешает тем, кто не допускает для себя такой возможности. Согласно проведенному опросу, получилось, что возможность усыновить ребенка рассматривают для себя не более 14% респондентов, а 80% считает это для себя неприемлемым. Те, кто не допускает для себя установления в качестве главного препятствия, указывают возраст. На втором месте ограничения, связанные с материальным положением. Меньше тех, кто указывает на жилищные условия, таких всего 7%. Более 90 обращений поступило в приемную депутату Заксобрания округа Геннадия Любина с начала года. В основном люди просят помощи в решении насущного жилищного вопроса. Большая часть обращения решена положительно. Помимо частных проблем, жители города идут к депутату и с коррективными просьбами. Так, сотрудники Центрального хозяйственного обслуживания образовательных учреждений просили вернуть им утраченные льготы. С 1 января прошлого года уборщицы, повара и другие техработники перестали входить в штат школ и детских садов и лишились из-за этого ряда выплат. В защиту их интересов депутат Любин выступил в окруженном парламенте. И вот на последнем заседании Законодательного собрания Ямала инициативу ноябрьского депутата поддержали. 19 июня 2013 года был принят закон в окончательном чтении сохранить льготы на сегодняшний день для таких работников, которые сегодня оказывают услуги образовательным учреждениям. Льготы тех, в первую очередь социальные выплаты, это льготному отпуску, выплачивается денежное пособие в размере 15 тысяч рублей. И в связи с выходом на пенсию это 10 окладов. Вместе с благотворительным фондом Ямине Геннадий Любин поучаствовал и в приглашении в ноябрь китайских специалистов. Это врачи, которые помогают детям с ДЦП. Точечный массаж, иглоукалывание и гимнастика – вот на чем специализируются китайские специалисты. К каждому ребенку индивидуальный подход. Для некоторых достаточно нескольких минут. Кому-то на процедуры отводят до получаса. Особенно болезненно, рассказывает медсестра Фэнсиали, дети воспринимают процедуру с иголками. Она, конечно, пугает малышей, но без нее лечение не будет столь эффективным. Иглоукалывание, они расслабляют мышцы, улучшают кровообращение, способствуют улучшению мысленной концентрации и координации нервной системы. Ослабляет мышцы, улучшает интеллектуальное развитие, успокоит нервную систему и укрепляет иммунную систему. Хоть как-то облегчить боль стараются родители. Одни заговаривают деток сказками, другие просто дуют туда, где стоят иголки. Так отвлекают тех, кто помладше. Вот таким, как Элла Вахитова, иглоукалывание уже не страшно. Девочке 8 лет, и она понимает, что нужно потерпеть. Китайских врачей семья Вахитовых посещает уже третью неделю. И результат, говорит мама Эллы, очевиден. Поначалу на иголках плакали, сейчас уже терпит. Ну, нравится очень. Гиперкинезу не уменьшились. Спать стало хорошо. Потихонечку. Многие из этих малышей уже проходили подобный курс лечения. И не один, правда, далеко, за пределами города и даже страны. Это дорого и не всегда оправдано. Но вот теперь у ноябрьских детей с заболеванием ДЦП появилась возможность поправлять здоровье, не выезжая из Ноябрьска. Китайские врачи сами будут приезжать сюда. Приезд оплатила благотворительный фонд Йемены. Часть взял депутат законодательного собрания Геннадий Любин. Ну и нужно говорить о том, что сама фирма на сегодняшний день сделала благотворительность для взрослых двух инвалидов. Тоже бесплатное лечение. Конечно, никто из родителей не знает китайского языка, да и приезжие медики по-русски не понимают. Но это не мешает понимать им друг друга. У взрослых одна цель – облегчить страдания детей. И пусть это происходит через боль и слезы. Главное, чтобы результат оправдал ожидания. Оксана Балун, Виталий Харченко. Новости нашего города. На Ямале сегодня зафиксирован один очаг возгорания. Большинство пожаров, которые были обнаружены ранее, ликвидированы менее чем за два дня. Об этом сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в округе говорил начальник главного управления МЧС России по Ямалу Аркадий Бессонов. Заседание проходило в режиме онлайн, и видеосвязь была организована со всеми муниципалитетами. Бессонов отметил, что спасатели постоянно мониторят термоочаги у соседей. Один зафиксирован в Красноярском крае. Еще семь в Фантемансийском округе. Причем ближайший пожар примерно в 120 километрах от Ноябрьска. В скором времени будет праздноваться День молодежи. И на это время главный спасатель порекомендовал организовать усиленное патрулирование местности, особенно вблизи водоемов. Кроме того, на совещании говорили о состоянии защитных сооружений гражданской обороны в округе их 120, и на их содержание в 2013 году выделено всего 12 тысяч рублей. А также об утверждении списка потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения. Ноябрьск в этот перечень планирует включить 14 и 28 объектов соответственно. К слову, еще один вопрос, который на подобном совещании поднимался впервые, это взаимодействие единой дежурной диспетчерской службы в ЕНАУ. Ноябрьск на сегодня в числе трех городов, где служба 112 организована на приемлемом уровне. Напомню, 112 – это единый номер спасения, на который жители России могут звонить в любой экстренной ситуации. А уже диспетчер перенаправит вызов в скорую, полицию и так далее. До сих пор единая диспетчерская служба находилась в составе управления ГОИЧС, но с ноября прошлого года она выделена в самостоятельную структуру. И помимо обработки телефона информации будет заниматься материалом, который поступает с городских камер видеонаблюдения, а также фото и видеофиксаторов. Эти функции им передал УВД. Ну а помимо прочего, единая диспетчерская служба будет отвечать за систему оповещения жителей Ноябрьска, городские и окруженные власти при возникновении чрезвычайной ситуации. Но главное, что помнить надо нам, единый номер спасения 112 действует по всей стране. Прежде всего, телефон 112 – это именно телефон экстренных служб. Никаких справок мы не выдаем, мы не соединяем только с экстренными оперативными службами. То есть это скорая помощь, пожарная охрана, милиция, энергогаз Ноябрьск, Ямал-Спас, спасатели. Вот. На экстренный телефон 112 можно дозвониться с любого мобильного телефона при нулевом балансе. С любого телефона набирайте. В будущем также будет, как обещают, GPS. То есть человек позвонил, не смог дозвониться, его место определяется уже по местоположению его телефона. Кстати, со следующего года россияне будут информироваться об угрозе чрезвычайных ситуаций через СМС-сообщение на свои мобильные телефоны. В понедельник министерство по чрезвычайным ситуациям уже заключило соглашение с тремя ведущими операторами мобильной связи. Российская газета поясняет, что идею СМС-оповещения начали продвигать с 2010 года. Она мгновенно стала популярной, потому как возможность точечно доводить информацию до каждого человека, понятно каждому, и очень привлекательно. Первоочередная задача МЧС – это развитие гражданской обороны в современных условиях, поэтому оповещение и информирование населения с использованием новых современных технологий – это первый шаг в дальнейшем развитии. Система Cell Broadcast – это механизм, при котором идет рассылка информации операторами GSM посредством сообщений, и он уже опробован в некоторых регионах в качестве пилотных проектов, пояснил директор департамента гражданской защиты МЧС Сергей Шапошников. В ноябрьске прошел первый велосипедный трофи-рейд. На берегу озера Жемчужное для велосипедистов подготовили ряд увлекательных испытаний. Им пришлось отыскать определенные точки на местности с помощью заданных координат. На выполнение всех заданий экипажам велосипедистов потребовалось около пяти часов, после чего их ждал концерт и шашлыки. Единственным минусом соревнований, по словам организаторов, стала низкая активность горожан. Удалось собрать всего два экипажа. Причем в один из них вошел житель Нового Рингоя, не поленившийся приехать в ноябрьск на трофи-рейд. Тем не менее, уже осенью организаторы планируют провести еще одно подобное соревнование и надеются, что на этот раз участников будет больше. Ну и последние. Американские исследователи составили список симптомов интернет-зависимости. Об этом пишет Федерал пресс. По мнению ученых, интернет-зависимого человека можно определить по таким признакам, как изменение в настроении, повышенный интерес к сети, понижение социальной активности, снижение производительности и качества работы. Надо сказать, что ранее китайские ученые установили, что изменения в человеческом мозге, вызванные влиянием интернет-зависимости, сравнимы с действием наркотиков и алкоголя. В мозгу зависимых людей разрушаются нервные волокна в областях, отвечающих за эмоции, самоконтроль и принятие решений. Так что делайте выводы. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» температура плюс 20 градусов.